Помощь соседей, либо запасы прошедших лет. По мнению главы Алтайпищепрома Александра Большакова, только так сельхозпроизводители дотянут и переживут лето следующее. По его прогнозам, потери края в урожае будут существенны. Это колеблется от миллиона до двух миллионов тонн, не будет недобора урожая. Но вместе с тем надо понимать, что с учетом переходящих остатков, которые в Алтайском крае есть на сегодняшний день, это в пределах миллиона тонн, плюс то, что будет убрано, это в пределах трех с половиной миллионов тонн. Для наших предприятий, зерноперерабатывающих и перерабатывающих масличной культуры, в принципе, этого урожая должно хватить. Фермеры надеются и на другую поддержку, более весомую, рублем. Режим ЧЕС, введенный в регионе, ее гарантирует. Во всяком случае, должен. Одна из мер поддержки коснется страхования. Александр Балыков из Волчихинского района – один из тех, кто свои поля застраховал, но не уверен, что ему это поможет. По тем же процентам, которым взят кредит. Но это, будем говорить, так не покроет тех убытков никаким образом. По неофициальным даже данным из 2000 хозяйств 54 только застраховало. Значит, это несовершенный способ и он неудобен для крестьян. Потому что там столько, когда доходит до выплат, столько препонов ставится. Будем что-то с техникой решать. Не будет хватать, будем технику где-то распродавать, где-то что-то. Потому что уже, конечно, такой жесточайший засухи мне 53 года, я не помню. Есть фермера, у которых меньше тысячи гектаров даже. И им в такой ситуации выжить крайне сложно. То есть сейчас идет серьезная паника у сельхозпроизводителей. Вот сегодня разговаривала с двумя богатыми хозяйствами в Поспелихе, которые по 33 года работают. Даже у них ситуация из-за засухи крайне напряженная. Прошедшие пару недель сельхозпроизводители фотографировали свои поля, чтобы претендовать на компенсацию. Ранее Краевой Минсельхоз назвал сегодняшний день последним для приема документов. До 23 числа это было первоначально озвученной ситуацией, чтобы быстрее все делали. Есть время работы над ошибками и формирование конкретного пакета документа. Мы специально сделали 23-24 числа правными точками, чтобы еще поработать. Поэтому что есть документы, которые необходимо доуточнить. Сколько продлится отсрочка и сколько оценивать ущерб фермеров будут в Москве, в Минсельхозе Края не обозначили. Пока наиболее пострадавшими называют Кулундинские и Табунские районы. По примерным подсчетам, потери Алтайского агропромышленного комплекса составят около 10 миллиардов рублей. Мария Микшута, Николай Шелко. День с толком.